Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие автолюбители Казахстана. С вами программа ПРОАВТО. Сегодня у нас на тесте необычайная по своей сущности, скажем так, автомобиль, классика немецкого автоконцерна, который был выпущен еще в те далекие 90-е годы. И у нас сегодня в гостях представитель Daimler-Benz Казахстан Максат Абиша. Пасаламу алейкум. Пасалам. Макс, как дела? Все отлично. Так, у нас, значит, сегодня, как вы видите, 126-й кузов, да? Расскажи поподробнее, что он вообще из себя представляет. Ну, действительно, видя этот автомобиль на наших дорогах, у каждого из нас в голове происходит, скажем, такая культурная революция. Что он из себя представляет? Этот автомобиль считается вообще иконой стиля, икона, то есть, поколения. Это первый автомобиль S-класса, который использовался, ну, и вообще, 126-й кузов у него уже, вот, идут из полиуретана бампера, то есть, он уже, ну, если мы посмотрим на фотографии, там, или на видео, 116-х его, то есть, отца этого автомобиля, то видно будет, что у него бампера идут и цельный металлический, там, хром и так далее. А здесь уже, то есть, применены современные на тот момент материалы отделки, то есть, по внешней и по кузову, дизайн кузова, то есть, видите, он более низкий, более обтекаемый, нежели предыдущей версии, и он, ну, это все делается для того, чтобы, во-первых, аэродинамические свойства улучшить автомобиль, ходовые характеристики, и в то же время стиль, посмотрите, он, ну, это, как бы, костюм смокинг такой нарядный. То есть, он, как бы, выделяется, да, из этой серой толпы, скажем, массы, да, автомобилей. Также, ну, люди знают, как эти автомобили идут с удлиненным кузовом, с базой, да, и есть коротыши, да, то есть, в чем разница вот здесь? Это, к примеру, короткая версия автомобиля W126, у них отличается кузов long, он отличается по задней двери, то есть, ну, и, соответственно, передней двери, и капот, и крылья у них все одинаково, единственное отличие только задняя дверь, крыша, соответственно, удлиненная, ну, где-то 16,5 сантиметров по длине, то есть, для задних, для удобства задних пассажиров. То есть, сейчас его, вот, так же мы знаем, как дипломат, да, называют? Дипломат, да, он, потому что дипломат, да, потому что в то время, как я говорил уже, что ездили в основном главы государства, там, посольства и так далее, и до сих пор, вот, в наше время арабские, там, шейхи, и это до сих пор не изменяет этому автомобилю, хотя, есть много других автомобилей, не обязательно Mercedes, но других марок такого же класса, но он старый, добрый, проверенный временем, то есть, это автомобиль, не только икона стиля, он еще и икона надежности, и такой брутальный очень автомобиль, поэтому, чисто мужской, да, мужской автомобиль. Я вот, как смотрю, здесь клиренс, все-таки, он, в принципе, не сказать, что низкий, да? Ну, изначально, да, они, ну, эта машина изначально делалась для повседневной езды, то есть, для меня, самое главное, что машина не стояла там, не пылилась в гараже, как у многих, да, может быть, этих автомобилей, эта машина делалась для повседневной езды, для комфортной езды, то есть, у него пружины стоят спортивные, уже чуть пониже, потому что, ну, и внутренность автомобиля более спортивная, более такая, то есть, она, эта машина на каждый день, с семьей, на работу, там, домой, без проблем, то есть, завел, поехал, любые морозы, и машина, то есть, сделана для этого. Что еще можно отметить по кузову этого автомобиля? По кузову единственный, вот, самый главный, наверное, самая главная проблема этих старых автомобилей, это, конечно же, коррозия, никакой металл там не вечный, никакие там погодные условия делают свое дело, конечно же, тем более, в нашей... С нашей влагой, да? Да, с нашей среде, посмотрите на улицу, здесь, ну, то есть, посыпано уже солью все, и, как бы, машины, подвергаются, конечно же, коррозии, и, ну, это, в принципе, все делается, все можно отремонтировать, есть мастера на сегодняшний день у нас уже в Казахстане, это все развивается, то есть, уже мастера, многие уже знают эти свои... Ну, то есть, какие проблемы, да? Да, какие проблемы тоже, ну, есть у нас тоже свои мастера, которые уже, знаете, ну, у нас же клуб, поэтому мы делимся, для этого он и создан, поэтому мы уже рекомендуем мастеров, и уже загоняем, то есть, они уже знают, привези то, 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 мы заказываем, какие-то там ремкомплекты, крыльев, порогов, дверей, там, и так далее, ну, самые такие больные моменты, в принципе, все это возможно заказать, и, в принципе, в течение, там, двух недель, ну, максимум месяца, это все вот у нас на руках. Ну, Макс, с экстерьером мы разобрались, в принципе, по кузовной части прошли, теперь, теперь время настало, сейчас, как бы, посмотреть, оценить, скажем, интерьер, да, W-126. Давай, я сейчас сяду. Ну, да, ребят, здесь очень удобно, сразу могу заметить, и вообще акцентировать свое внимание на, скажем, на сиденьях, да, они очень, очень мягкие. Кесла делались, тогда еще из пружин, пружинная система была, и поэтому, довольно-таки, как, как старые советские диваны, наши кровати, да, и вот, ну, такая остация. Также можно подчеркнуть, именно, отделку салона, тоже немаловажный фактор, то есть, сейчас даже, вот, я смотрю, в принципе, он не уступает нынешним, да, скажем, новым поколениям автомобилей, да, вот, здесь. Все есть, примерно, в этой машине, то есть, на сегодняшний день есть все, есть кондиционер, есть все стеклоподъемники электрические, есть люк, есть индикатор внешней температуры, есть, там, электрозеркала, есть, ну, все, что есть в современных автомобилях, то есть, машине 30 лет, а современные автомобили могут даже не похвастаться тем, что есть в этой машине. Ну, и, соответственно, отделка салона, да, вот, вы видите, да, такие мягкие, до сих пор. Снова вот эта панель сама, да, мягкая, не деревянная, мягкая. Нет, это все качественный пластик, и он еще и шумоизоляция, то есть, он, как шумоизоляция еще здесь работает, то есть, мы сейчас, как поедем на этой машине, вы увидите, убедитесь в том, что машина действительно такая, очень взбитая и очень такая, комфортная. Давай сейчас впереди посмотрим именно на водительское сидение, и вот руль. Да, здесь стоит более маленький руль. Ага, полностью деревянный. Да, полностью деревянный, то есть, по интерьер салона, интерьер салона, как вы видите, красное дерево, и руль сделан под него. То есть, все делалось для себя, для удобства, то есть, для каждой дневной езды. Если свой руль, там, идет резиновую, размеров полтора больше, наверное, чем этот, мне с моим ростом будет неудобно. А здесь, в принципе, вполне. Ну, даже сама торпеда, панель, она очень мягкая. Если сравнивать, скажем, с сегодняшними автомобилями, даже не с чем сравнивать. Ну, и еще здесь, что можно подметить, так это вот электросидение. Да, это машина, комплектация такая с электросидениями. Ага. То есть, довольно-таки они вот все, видите, работают. Ну, пожалуйста, настраиваешь под себя, да? Да, как нужно, так настроил, это все делалось для удобства. 90-е годы, представьте. 90-е годы, 30 лет от роду автомобилю. Сейчас такими опциями могут похвастать, наверное, только автомобили бизнес-класса и, наверное, S-класса, которые стоят тоже на сегодняшний день. Не очень дешево, да? Ну что ж, пришло время показать, кто хозяин на наших дорогах. С вами тест-драйв программы ProAuto W126. Макс, поехали. Этому красавцу не составляет труда разогнаться до 100 км в час за считанные 5-6 секунд. Звук и рев, которые прорываются в буквальном смысле слова из-под выхлопной трубы, поверьте, друзья, не оставят любителей классики равнодушными. Все, что имеется под капотом, подчеркивает жирной пастой характер и брутальность W126. Расход по городу при спокойной и умеренной езде составляет 13-15 литров. Любителей подтопить ждет расход свыше 18 литров. Когда ты встречаешь и видишь на дорогах эксклюзив, классику немецкого жанра и видишь наглядно, это одно. Когда ты чувствуешь его комфорт, его изящество, находясь в салоне автомобиля, это совсем другое. Сейчас мы с Максом направимся в сторону станции технического обслуживания, где нас ждут ребята, которые в подробности расскажут о технической характеристике. Тимка, салам алейкум. Алейкум салам. Как дела? Так, ну у нас сегодня на тесте легендарный автомобиль, как ты сам видишь. Mercedes-Benz. Да, который останется в истории навсегда. Сегодня со мной вместе в программе был сам обладатель данного автомобиля. Он мне рассказал вкратце вообще, что он из себя представляет, именно кузов, салон автомобиля. Теперь нам нужна техническая характеристика именно мотора двигателя и ходовой части. Давай разберем, да? Ну вот мотор японский 1UZ с системой VVTi. Расскажи о преимуществах этого мотора, ну и какие могут быть недочеты, в какое время любитель такого вот автомобиля должен как бы уделять свое внимание данному мотору. Преимущество двигателя, двигатель самый хороший, надежный. Сейчас, к примеру, он популярный. Ставится в очень многих машинах, не только в Mercedes-Benz. И многие другие машины ставят эти моторы. Тут 8-цилиндровые, 4-х литровые, V-образные. Ремень ГРМ тут нужно обслуживать при 8 тысяч, 80 тысяч и до 100 тысяч. Потому что если рвется ремень, то гнет клапана. Это самый нюанс, большой нюанс этой двигателли. Потом... Ну это еще плюс, наверное, зависит от того, что как, наверное, сам... От езды, да, экспортируют двигатели. Потом еще нюанс тут. Помпа и ГУР. ГУР-насос сам. В ГУР-насосе манжеты, они высыхают со временем и лопаются. И со временем вот появляются потеки. Вот в этом месте? Да. Вот прям на насосе появляются потеки. Ну здесь все сухо, да, как мы видим? Ну давай теперь перейдем в ходовую часть, да, посмотрим, что у нас есть в подвесной системе. Что имеется в подвесной системе. Ну как мы видим, ходовая часть довольно-таки простая и надежная. Это очень простая ходовка тут, многорчажная считается. Тут рулевая трапеция, продольные две рычаги с шаровыми и верхние рычаги. Да, и с этой стороны тоже самое, продольные и верхние рычаги, амортизаторы и пружины. Подпорки, подпорка кузова, не дай бог, чтобы не повело. Ну все, как видим, рулевая колонна и двигатель. По ходовке тут ничего такого особо и нету. Значит, мы здесь видим, установлены глушители из нержавеющей стали, да? Да. Состояние очень хорошее. Состояние очень хорошее, да. По заднему ходовке видим тут рычаг, два рычага, правый и левый. И сама опорная, ну, рама. Тут вообще даже особо сложности нету, да, не о чем говорить. Тут саленблоки, в виде резинки саленблоки, резиновые, амортизаторы, пружины. Кардан, тут кардан эластичный, это очень хороший кардан для этого кузова. Задний редуктор, редуктор тут тоже очень простой, датчик АБСа, редуктор, привода и все. Ну все, Тима, спасибо тебе за твой обзор, технический обзор. Вот сегодня мы действительно узнали все подробности, классики. Такие машины к нам заезжают очень редко. Мы видим очень их редко, потому что сейчас их даже и мало в нашей Алматы, их очень мало. Ну все, Макс, спасибо тебе за сегодняшний обзор, за то, что ты уделил нам свое внимание. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, это не последняя встреча, так как у тебя еще есть классики. Есть, что показать нашим телезрителям. Поэтому все, до скорых встреч. Спасибо вам. Увидимся, счастливо. Ну что ж, дорогие друзья, W126 занимает и занимал особое место в истории немецкого автоконцерна. Он создан исключительно для любителей и ценителей классики. И таким автомобилям, которые на сегодняшний день стали легендами, нужно обращать, скажем так, должное внимание. Ну а с вами была программа про авто. Самое главное, берегите себя на дорогах. Не нарушайте скоростного режима и правил дорожного движения. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин